Из Карачаева Черкесии в Белгородскую область отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Состав груза был сформирован исходя из потребностей региона. Двор по улице Международной в Черкесске капитально ремонтировали, но некоторые пожелания жителей так и не были учтены. Что осталось делать и когда завершится ремонт? Увеличить долю строительства многоквартирных домов и своевременно провести работу по переселению граждан по федеральной программе получил Минстрой и мэрия Черкесской глава республики. Победителем Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Танцевальная» стал народный ансамбль «Почегу» и «Шоху». Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева Черкесия. Из Карачаева Черкесии отправлена очередная партия гуманитарного груза в Белгородскую область организаторам в сборе и отправке помощи выступили единый штаб для поддержки военнослужащих и их семей при главе Карачаева Черкесии. Груз удалось собрать и отправить благодаря содействию сенатора от Карачаева Черкесии Ахмату Салпагарову, депутату Городской думы Черкесии Султану Узденову и при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». В состав гуманитарной помощи вошла питьевая вода, тушенка, крупы, чай и сладости. Состав груза был сформирован после мониторинга потребностей региона. Данная помощь ведется в рамках работы, которую мы проводим по поручению главы нашей республики Рашид Бориспича Тимрезова. Мы на постоянной основе уже изучаем те потребности, которые есть и у жителей наших новых регионов, и уже в данном случае в Белгородской области сформировали продукты питания. Отправили более 650 тонн гуманитарной помощи. Печальная весть ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Хутова. Слова соболезнования семье выражает глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов. Меньше двух месяцев осталась до 100-летнего юбилея Марии Ивановны. Хрупкая и в то же время мужественная девушка в годы Великой Отечественной войны воевала на Курской дуге, была командиром отряда радистов, удостойна множества наград за неценимый вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, медали за отвагу, за победу над Германией и другие. В мирное время работала в Усть-Джигуте на заводе ЖББ «Бухгалтером». Прожив достойную жизнь, до последнего дня она была окружена любовью и заботой близких. Горько терять людей героического поколения, спасших мир от нацизма и подаривших нам будущее. Светлая память Марии Ивановне, вечная слава ее подвигу, говорится в соболезновании главы республики. Национальным проектом «Жилье и городская среда» в текущем году предусмотрено благоустройство 25 территорий дворов региональной столицы. Впрочем, в Черкесске есть объекты прошлых лет, которые до сих пор не доведены до нормативного состояния. На одном из них с горожанами встретился корреспондент Артур Мхце. Согласно программе благоустройства, этот двор по улице Международной 85 Черкесски должны были капитально отремонтировать в 2021 году. Три подрядчика, засучив рукава, взялись, каждый за свою часть. Один укладывал тротуарную плитку и дорожное полотно, второй устанавливал спортивную площадку, третий обустраивал детскую игровую зону. В какой-то момент все организации, якобы завершив реализацию проекта, свернули здесь бурную деятельность. При этом некоторые пожелания от жителей так и не были учтены. До недавнего времени игра в детской зоне посреди гальки не сулила малышам и их родителям ничего хорошего. Да и карусели с горкой были установлены скорее для количества, а спортивная площадка больше напоминала полигон. Круглые сферы напарывались на штыки и лопались одна за другой. Кроме того, нет ни ворот, ни колец. Как нет во дворе ни одного тротуара, из-за чего дети и взрослые рискуют в любой момент оказаться под колесами проезжающих автомобилей. У нас проблема сквозного проезда машин. У нас носятся машины таксу по сумасшедшему. Они заезжают с международной, выезжают на Гагарина и в обратном направлении. Очень с большой скоростью. Уже несколько раз дети. Благо, что еще никто не попал. Как нам говорят, ну у вас же ничего еще не случилось. А что мы ждем, чтобы кого-то сбили. Тогда же нам сделают. Жители, обеспокоенные высокой вероятностью остаться с недоделанным двором, неоднократно обращались за помощью к властям. В какие-то моменты благоустройство вроде бы двигалось с мертвой точки. Вот только до полного соответствия выполненных работ с утвержденным горожанами проектом еще далеко. То со стройматериалами возникают проблемы, то с подрядчиками. Один из них даже угодил в реестр недобросовестных и больше не сможет трудиться на территории Карачао-Черкесии. В рамках благоустройства мы выполнили работы по устройству резинового травмовизопасного покрытия. Следующий этап у нас обновление мафов. Уже заказаны все качалки-балансиры, сопутствующие элементы для крутилки, качалки тоже заказаны. Установка лавочек у нас здесь предусмотрена. Приведем в соответствие освещение. Также проведем текущий ремонт спортивной площадки в части ограждения. В ближайшее время специалисты мэрии обратятся в обслуживающую данный двор управляющую организацию, чтобы та изыскала средства для установки футбольных ворот и баскетбольных колец. Весь заявленный ранее перечень проектных задумок планируется завершить к середине июля. Осталось не так много времени, чтобы выяснить, насколько обоснованной была вера мэрии Черкеска как заказчика в оперативность и качество работы подрядных организаций. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия. Организовать работу с застройщиками и обеспечить до конца года ввод жилья на уровне не ниже прошлого года, а к 2030 году выйти на показатель не ниже 4000 квадратных метров в год. Это один из пунктов послания главы республики. При этом в общем объеме вводимого жилья необходимо увеличить долю строительства многоквартирных домов, в том числе малоэтажных домов. Рашид Тимрезов поручил Минстрою и мэрию Черкеска своевременно провести работу по переселению граждан в рамках государственной программы Российской Федерации повышения устойчивости жилых домов и иных объектов жизнеобеспечения в сейсмических районах. В настоящее время ведется строительство еще трех многоквартирных домов и двух жилых комплексов общей площадью 180 тысяч квадратных метров. В Черкесске завод Домоте запустил производство консервов из баранины и индейки с объемом 20 миллионов банок в год. Продукция сертифицирована по стандартам халяль. О значимости новой линии производства для нашей республики расскажет Альбина Ламкова. Группа компаний Домоте запустила в Черкесске производство консервов в рамках модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины. Мощность новой линии высокая. Мощность переработки составит 5,5 тысяч тонн мясной продукции или до 20 миллионов банок в год. Инвестиции в строительство и оборудование составили 231 миллион рублей. Предприятие – важная часть проекта Домоте. На официальной части выступил и первый заместитель председателя правительства республики Хазырчукуев. Он дал высокую оценку проделанному объему работ. Новый этап в жизни завода отмечен торжественно. После все направились на экскурсию. Общая площадь нового производства – тысяча квадратных метров. Оно состоит из отделения фасовки, стерилизации, упаковки, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, таких как склады хранения овощей и специй, помещения для их приготовления и ряда инфраструктурных объектов. На производстве установлено 20 единиц современного высокотехнологичного оборудования. В автоклаве сейчас он будет вариться два часа. Закатанный консерв. Всё. Через два часа будет уже готово. Инновационные решения позволяют специалистам группы компании Домоте выполнять обязанности с лёгкостью. Многие начинали трудовую деятельность на заводе до модернизации производства. Алексей Малыгин трудится 20 лет. Производство стало для него родным. Есть причина. На предприятии Алексей Владимирович познакомился со своей супругой Еленой. На производстве она работает чуть меньше – 17 лет. Смотреть за машиной, чтобы работало всё как часики. Так всё хорошо. Зарплату устраивает? Да, зарплату устраивает. А сами любите консервы? Как вы оцениваете свою продукцию? Консервы очень люблю. Особенно макароны по-флотски. Открытие нового производства позволило создать 50 рабочих мест. График работы – две смены. Ассортимент консерва включает готовые блюда. Баранину тушёную классическую, индейку тушёную и по-домашнему. Употреблять продукт можно сразу после вскрытия герметичной упаковки. Мы знаем, что мы производим. У нас чистый продукт. Поэтому нам не стыдно будет за наш продукт. Мы сегодня очень убедились, продукт в самом деле чистый, без всяких добавок. На качественном мясе сделано производство, полный цикл с соблюдением всех санитарных норм. Очень приятно, что и в Карачаево Четесь есть такое производство, которое имеет большое будущее. На сегодня этот сегмент рынка находится в относительной стабильности, отметили в гости на дегустации. Да и в реализации продукции проблем не будет. Оптовые и розничные каналы уже готовы её принять. Нижное и сучное мясо баранины и деки можно будет подогреть прямо в банке и подать с любимым гарниром на ужин. Ещё мясные консервы помогут сэкономить хозяйке время для приготовления блюд. Кстати, продукция может храниться долго. Срок годности рассчитан до двух лет. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Студенческий народный ансамбль «Кочегу» имени Умара Алиева Шохлук стал победителем 31-го всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Танцевальная», который проходил в Перми. С победителями встретился Алихан Лепшоков. Каждый элемент танца оттачивается до полного совершенства. Художественный руководитель студенческого ансамбля «Кочегу» Шохлук «Дружба» Султан Хасимиков с особым вниманием следит за правильным исполнением танца. Совсем недавно участники ансамбля Ибрагим Тохчуков и Малика Кипкеева стали победителем на 31-м всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в номинации «Танцевальная», который проходил в Перми. Выступление виртуозных танцоров сорвало бурные овации и была ценена жюри высшим балом. Нам было приятно, что наше выступление так тепло встретили. И это было заметно, когда нас все поддерживали аплодисментами, отмечает победитель фестиваля «Студ весны». Было сложно, но нам удалось по итогу получить внимание зрителей, жюри. Танец был непростой для нас обоих. Ну и получилось так, что первая наша победа – это этим танцам. До этого брали другие мальчики и девочки, которые здесь тоже танцевали. Ну и после них мы, получается. Участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» – это большая честь для каждого студента, особенно для тех, кто занимается творческой какой-то деятельностью. И когда мы узнали, что наш танец будет представлять нашу республику на таком масштабном мероприятии, была большая радость. Но вместе с тем ты ощущаешь и большой груз ответственности, который на тебе лежит, потому что ты представляешь не только себя, ты представляешь свою республику, свой университет. Ребята заслужили эту победу благодаря хорошей подготовке и долгим репетициям. «Мы не собираемся останавливаться, будем готовиться к новым конкурсам и фестивалям», – отмечает художественный руководитель студенческого ансамбля КЧГУ «Шохлок Дружба» Султан Хасимиков. «Поехали, выступили хорошо, они знали, куда едут, зачем едут. Конечно, у нас республика маленькая, там такие были коллективы – московские, ленинградские, самарские, казанские, такие вот мощные коллективы. Но мы по сольным танцам заняли первое место, стали лауреатами». Сейчас ансамбль готовится к новым фестивалям и конкурсам. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Всероссийскому фестивалю авторской песни «Горные вершины» официально присвоили имя Юрия Висбора, выдающегося отечественного исполнителя и автора песен, одного из основателей жанра бардовской песни. С 28 по 31 июля в Архызе пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины». В нем примут участие авторы-исполнители вокальной ансамбли в возрасте старше 18 лет. Фестиваль направлен на сохранение, популяризацию и пропаганду авторской песни, развитие песенно-поэтического творчества авторов и исполнителей в субъектах Российской Федерации, поддержку молодых талантливых исполнителей, повышению исполнительского мастерства, укреплению дружеских и культурных связей Карачаева-Черкесской республики с другими субъектами Российской Федерации. Фестиваль авторской песни «Горные вершины» имени Юрия Визбара станет незабываемым событием в жизни каждого участника и откроет новые горизонты для роста творческого потенциала. С начала специальной военной операции в Карачаево-Черкесии не прекращается сбор средств в поддержку наших бойцов, отправившихся защищать страну от неонацизма. Практически все слои общества, предприятия и организации вносят свой посильный вклад в общее дело. Наша телерадиокомпания не осталась в стороне и вместе с неравнодушными жителями, членами инициативной группы за наших при поддержке регионального отделения коммунистической партии собрали очередной груз гуманитарной помощи плюс автомобиль повышенной проходимости. Причем на этот раз съемочная группа «Вестей» лично сопроводила груз до пункта назначения. Далее смотрите специальный репортаж Мурата Джангезова, а наш выпуск завершен.